Всем здарова народ с вами Варчик в этом видео расскажу вам про двустолку поскольку это нужно сделать многим танк не понравился но есть люди которым понравился все это потому что этот танк очень требовательный к рукам у него на каждый плюс есть минус и это требует очень жесткого умения подстраиваться под ситуации под бои находитесь в верху списка ли внизу или карта рельефная или как энск просто плоская под все это нужно подстраиваться также у нас есть еще фишка танка это двухстволка нас две пушки новая механика у нас так сказать мини барабан на два снаряда плюс еще возможность стрельнуть сразу двумя снарядами это все добавляет нам вариативности мы можем использовать наши орудия в принципе тремя способами просто стрелять по одному снаряду стрелять как с барабана по очереди одним потом вторым либо же сразу запульнуть два снаряда и это все нам дает то что люди могут ошибаться и неправильно подбирать под ситуацию способ стрельбы а это уже нужен скилл и нужно думать в бою что делать и в какой ситуации также у танка еще есть куча плюсов и куча минусов а это значит что нам что-то делать нужно а чего-то нельзя итак по пушке по стрельбе какие у нас плюсы минусы плюсы однозначно то что у нас хорошее пробитие под калибером и кумулятивом также снаряд летит с хорошей скоростью хорошая отличная стабилизация но плохое сведение на средней ближней дистанции стрелять очень приятно вдаль стрелять неприятно это в принципе очень хорошо пушка классная офигенная но самый большой минус этой двустволки в том что у нас увн и 5 градусов пушка вниз опускается всего лишь на 5 градусов это очень сильно мешает мешая тем что на рельефных картах нам тяжело подстроиться под стрельбу и играть крайне тяжело крайне тяжело с другой стороны на таких картах как энск играть довольно таки легко просто ездим играем от кучек танкуем башней либо же бортиком также еще по броне плюс брони в том что она довольно таки толстая уязвимых явных зон никаких нет танк танкует очень хорошо но есть минусы в броне такие как нету очень толстых мест допустим как у защитника он хорошо танкует причем некоторые места у него чересчур бронированные и не пробиваются и птшками и десятками и лдой но конечно его можно там и в лючки выцелить и нлд большое но у него крайне крепкая влд и с этим ничего не поделаешь что касаемо двухстволки у него нету таких чересчур бронированных мест и если в него стрелять голдой или птшки в него будут стрелять с большим пробитием то у него ни лоб башни не будет держать выстрел ни влд ничего он пробивается с высокого пробития довольно таки стабильно не прям сказать что шьется как масло но он пробивается и в лоб башни и в щечки там на башне и вокруг пушки и посередине пушки он пробивается но если вы находитесь в топе вы вообще легко танкуете все подряд поэтому вы можете в топе играть как жирный танк просто бронированный на первой линии ехать рубиться всех душить но если вы играете внизу списка то превращайтесь в танк поддержки и поддерживайте свою команду своим мини барабанщиком подстраивайтесь под ситуации где-то стреляйте одним выстрелом где-то по очереди а где-то сразу дуплетом если выгодно забрать чувака у которого пятьсот шестьсот семьсот хп поэтому этот танк очень скиллозависимый потому что в нем очень много особенностей также из минуса у него еще слабая боеукладка под передними катками точнее за ними и еще очень слабые баки которые находятся в задней части корпуса очень часто этот танк горит когда ему стреляют по задним каткам ну либо чуть ближе к центру танка но тоже там вот где-то примерно в районе задних катков он горит просто на ура бывает даже каждым выстрелом горит просто танк факел вот такой вот танк получается у нас двухстволка очень скиллозависимый на некоторых картах очень он сложный очень неприятный в топе он очень приятный но на нем можно делать результат и на нем можно держать высокую среду ху все на нем можно делать абсолютно все но это если вы научитесь подстроитесь и будете учиться на нем играть если у вас есть скилл танк очень сложный но кто старается тот делает на нем результат с вами был арчик играйте красиво всем пока а